и снова здравствуйте очередной новый старый режим вообще режим дети я не помню как он там по поводу фоток выглядит и тем более не знаю как он выглядит в плане видео в общем обзор будет посвящен моей второй поменяшки с настей зарецкой ссылка на ее канал соответственно будет и в инфобоксе и в самом видео букве и и в общем получилось так что но мы с ней договорились обменяться второй раз и частично тем вот что мы делаем потому что она тоже занимается мыло вареньем и благодаря тому что лёля потратилась и как уже не первый раз видео говорит я ей сказал что отправлю чуть позже в общем мы с ней договорились что отправлю чуть позже отправила буквально сегодня посылку от нее на видимо бермудский треугольник московской почты все-таки внезапно исчез потому что посылка долетела буквально за четыре дня что меня очень радует что я отправляла ей посылку и еще девочки лени в нижний маленькую такую не ребята я пока не буду ни с кем больше обмениваться хоть мне там уже писали вот реально уже меня во первых мне нечем обмениваться вот сейчас уже конкретно так нечем но не думаю что кого-то может еще пристить там какой-то элитный чай да потому что в принципе его можно где-то еще купить и помимо и в каких-то магазинах на развес косметики и просто то что мне подарили но и уйдет запасы но запасы именно такие что буду пользоваться именно я хотя вот у меня с прошлой посылки насти одно мыло уже я камеи меня чете забрала просто как получил так что она видимо ей надо было и я и просто предложила на выбор она взяла салоя ну и короче говоря в общем так посылка я сегодня одну две отправляла и одну тут же получил ты пришла сразу ее распаковала и вот сейчас я вам ее засниму обозрю в общем естественно большое спасибо насти местами неожиданно у меня как раз только-только закончилась сладкая метод пришло целых 10 конфеток вот с них наверно сразу иначе на вот 10 вот таких конфеток сладеньких это марсианка кирамису так пришло вообще ну ну в коробке но в двух таких классных пакетиков самом большом вот это все было это пакетик подружки когда-нибудь я дойду до этого магазина где-нибудь и пакетик из ритуаль в нем как раз были мыльца я терять ими я как раз буквально на днях делала мыльца ну и себе соответственно что у меня закончилась там давно не делала но и соответственно для насти на молоке давно вообще на молоке собиралась делать мыло общем год наверное эта идея зрела и тут внезапно созрела все это как-то 100 смонтанно было почему меня теперь будет запас мыл ты на ближайшее время конкретно и самой не делать и и мыло есть в общем мыло у нас тут зайчиком такой забавная красная мыльца розовая на самом деле вот я все хотела такие эти формочки купить но у меня такие они элементарные там всякие ракушки цветочки там черепашки но и звездочки кружочки есть еще пингвина правда про пингвинов я совсем забыла когда я заказывала их на юкосу этих пингвинов я думала что пингвины ну хотя бы вот такие они буквально вот ну вот такие вот малюсенькие малюсенькие когда подружки приволокла год назад женька хочет хочу и приволокла пингвинов вон чуть потолще моего вот этого мизинчика пингвин я говорю я тоже думала что они больше но потом на юкису по моему подправили пометили сколько там на самом деле грамм так ну юкису слегка испортилась как обычно сайты магазины все эти сначала такие крутые крутые хорошие хорошие а потом уже клиентов не особо главное что мы сами но это и ладно это не суть это практически никак не связано с обзором тут еще вот такой вот такой классная желтая мыльца с цветочком с листиками буду конечно пользоваться удовольствием вообще люблю всякие мыло тут мыло в роли тортика снизу что-то такое сверху у нас такие ягодки и сейчас они у меня падают 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 поэтому их пока переложу сюда и еще у нас мыло я думаю это матрешка такой двухслойная синяя и фиолетовая вообще не очень вкусно пахнет потому что я когда пакет раскрыла такая вкусняшка я как раз еще была бабушка она не моя но тоже двоюродная в общем бабушка как раз приходила навещать мою бабушку так еще у меня тут есть крем от чистой линии дневной для для лица насыщенный увлажняющий для сухой кожи лепестки роз алтей лекарственный комплекс пяти ценных масел вообще в общем фитотерапия красивая кожа мне нравится крема чистой линии и я очень рада что ты мне настил прислала чем я буду его пользоваться удовольствием я как раз вот скоро закончится мой вот этот вот вообще у меня есть еще крем от аленки но он по-моему ночной но в общем ночными я вообще как когда вспомню тогда попользуюсь а когда забуду по ошибке и утром намажут так мыло с розой все я сказал что это мне нравится роза очень приятно вот так когда человек запоминает что-то тебе вообще догадать причем иногда вот у меня подружка она вот помнит что мне нравится . одна подружка у меня помнит что мне нравится капучино как-то мы приходим кафе на свет güzel топ капучино закажешь а я местами даже не помнишь а ты не помнишь и в общем тут нефткая косметика туалетные мыла цветы любви роза пл attorneys к косметикам нравится и это тоже буду пользоваться удовольствием тебе реально такой запас в потом опять эти прикольные платочки меня отбыл и платочки на шоссонке вообще у нас не видела что платочки было продавались. Оно очень хорошее. У меня что-то родня все платки нормальные растащила носовые. Стабильно приходится покупать бумажные. Тут уже вторая такая упаковочка. Большое спасибо. Тоже запользуюсь с удовольствием. Сумки у меня валяются. Так. Вот у меня как раз заканчивается вот этот мой третий, наверное, уже вариант самопального дезика. Тут уже буквально совсем ничего. Хотя что-то еще трясется. И мне просто как-то руки не доходят его сделать. Хотя, мне кажется, уже надо я бы купила где-нибудь бы флакончики, потому что, ну, в общем, шарик-то я достаю, а потом он видать уже подрастолскалась. Вообще, это флакончик от Арифлэймовского с ролой. В общем, и вот теперь мне есть вот, я у Аленки видела в обзорах еще где-то, в общем, такую, тыкается, что это у нас. В общем, Гореньер Дезидорант Нео, интенсивный антипеспирант, невидимый сухой крем. В общем, я ни разу кремовыми дезиками не пользовалась. И теперь у меня будет возможность, благодаря Насте, попробовать эту прелесть. Нежный цветок без спирта мгновенно впитывается. 48 часов эффективность, плюс уход, плюс без следов. Эксклюзивный скользящий аппликатор. Новое поколение. В общем, я как раз его запользую. Ну, вот как раз, видимо, уже на днях. Ну, и с одной стороны затестирую. Первый раз вообще буду пользоваться этим, как говорила ей. Не придется делать, а то я что-то такая ленивая стала относительно своих химических опытов. Хотя, я помню, там у меня кто-то просил, если мне вдохновиться, в общем, взять с собой камеру, короче, если я вдруг буду делать снова гель для душа, самопальный. Вообще, у меня где-то лежит набор детский для жидкого, в общем, для шампуня. Я все хотела и хотела его сделать. У него, по-моему, до срок годности уже в конце лета, наверное, закончится. Я уж не помню. Ну, в общем, я... Хотя, мне кажется, вот из всех у этих мыл... Ну, что это мыло? Там сроков... Какой там, может, вообще? Как мне подружка в свое время сказала? Ну, говорит, какой может быть у мыла срок годности? Мыло оно и мыло? Ну, у меня в свое время просто подружки, друзья, вообще, в общем, я любила этим мылом якобы руженную работу. Ну, такие фигуристые. У меня постоянно там из Питера еще откуда-нибудь привозили. У меня как-то такой был склад. Она мне дарит мыло, грублин, у меня столько мыл. Говорит, да они же не портятся. Это же не еда. Ну, действительно, в общем. И я думаю потом как-нибудь все-таки взять себя за жабры. Вот будет посвободнее. Вообще, мыловарение у меня получается почему-то по ночам. Наверное, потому что никто обычно на мозге не капает, и все вроде как спят, да? И никто не отвлекает, и никто не названивает. И я думаю, наверное, я попробую этот шампунчик. Просто хочу для себя понять вот эту именно консистенцию один... Сколько к чему? Потому что у меня в основном получались или очень жидкие, или дико густые. То я опять отошла от темы. Ну, в принципе, это общая тема, потому что Настя тоже занимается домашней косметикой. В общем, тут у меня тоник. Это 100 рецептов красоты. Увлажняющий тоник. Освежающий соком алоэ. Очищает, тонизирует, возвращает сияние кожи. Розовая вода, чайный гриб, сок алоэ. Вот здесь у меня тоже оставшийся тоник. Самопальный, правда. В общем, тут у нас сок алоэ, череда и глицерин. А масло шалфея мускатного и чайного дерева. Ну, почти похоже. В общем, попробую, заценю. Тоже пока оставлю в два пасеки, потому что я сейчас пока пользуюсь вот своим и Аленкиным. Аленкиным я стираю в основном бальзам или помаду с губ. Ну, или иногда вот этими остатками уже своего гидрофильного масла на гидровате розы. В этот раз у меня гидровата розы, видимо, не получится, потому что в деревне, когда надо было собирать ее, я почти не была. В основном она у меня сушеная. Ну, вот благодаря некоторым семейным обстоятельствам не очень хорошим. Ой, что-то у меня, да, вот он у меня упал, ну ладно. Видимо, неудачно положила. Потом у меня еще откуда-то роза. Это жидкое мыло, мускатная роза и хлопок с маслом органы. Зеленая аптека. Так. Ага, ага, ага. 400 миллилитров. У меня вот как раз, вообще, я сейчас пользую одну пену для ванн от Эймон, которая мне просто не очень подошла по запаху. Это какаво и апельсин. И я ее перелила, частично переливаю во флакончик от Монпассиэ лимонного мыла от Фаберлик и пользую как жидкое мыло. Вот у меня еще вот жидкое мыло. Такое уже конкретно жидкое именно мыло. Тут тоже написано, как можно перелить куда-нибудь. В общем, буду поливать с удовольствием. Я люблю и хлопок, и, соответственно, тоже розу. Всем большое спасибо. Так. У нас еще вот тут есть, это, по-моему, молочко для тела. Если ничего не путаю. Да, бодимилк. Вот это и фрешлайн я покупала как раз вот, подарок у меня был от Аленки, этот сертификат на покупку чего-нибудь в Рюгоше. Я тогда покупала на развес тоже вот скраб, маску скраб для лица с грецким орехом фрешлайн и еще какой-то гель, кажется, гранатовый. Мне очень он понравился. И вот тут возможность попробовать молочко. Тоже, в общем, я очень рада и буду пользоваться удовольствием. Так. А это у нас, я так поняла, что все-таки это туалетная вода, наверное, или спрей. Да. И я его уже на себя попрыскала. Правда, на мне вообще вот находится вот это чудо. Поэтому, возможно, оно уже само по себе перемешалось. Это у нас тоже фрешлайн. Тут у нас масло лимона, апельсина и мандарина. Вообще, я очень люблю цитрусовые. Тут 50 мл. И оно очень похоже вот эти на плезир натур, которые раньше были в Ифраше. И вообще, мне кажется, еще чуть-чуть и я бы его выпила как сок. В общем, оно мне очень нравится. И большое спасибо. У нас, кстати, эта поменяшка. Мы заранее не знали, кто что друг другу пошлет. В прошлый раз она не знала, но я примерно представляла. В этот раз, ну, у нас... Я только пару моментов уточнила с Настей. Ну, хочет ли она вот такие две, так сказать, вещи. Поэтому тут у нас реально вот полностью с сюрпризом таким. Тут у меня вот... Ну, я уже распаковалась, обратно уложила. Это вот у нас такой классный пакетик из орданса зелененький. Тут у меня три чая. Вообще, мне сегодня обещали скинуть вечером в форте, чтобы я знала, что за состав. Ну, и... Да, вот три чая с разными ленточками, чтобы понять различия. И еще у меня был тут Настей конвертик. И здесь такая классная открыточка. Внутрь открыточки я вам не покажу, потому что все-таки... Ну, там у меня немножко такое совсем чуть-чуть личного. Тут просто написано, что желтая ленточка – это Екатерина Великая. Там зеленый еще один чай и еще один чай. Ну, в общем, вот такая вот классная открыточка. С инструкцией сказать по питью опять вот эти конфетки, да. Потом вот тут была такая косметичка. И я, насколько мне известно, Настя, кажется, занимается этими браслетами или чем-то таким. Я так поняла, что это делала Настя. Довольно красиво. Я, по-моему, это бирюза. У меня есть бусы с бирюзой. Я их покупала в Петрозаводске. Тогда что-то по какой-то распродаже, кажется, не 150 рублей за бусы было. Ну, что-то вообще какие-то копейки. Потому что у нас то же самое стоило что-то не по 2-3 тысячи. Ну, в основном на туртропе для туристов. В общем, я тогда, помню, купила вот эти синие бусы, которые у меня были на руке в виде браслета. Если вы смотрели наш с Аленкой влог по поводу Карабихи Ярославля. Потом иногда я ношу такую нитку из граната на руке. А то тоже бусы были. И вот как раз с бирюзой у меня там тоже такие бусы. Но я их очень редко надеваю. Тут очень классный такой браслетик. Ну, в общем, я сегодня иду к Марте. Немножко по делу на ее работу. И я думаю, она мне поможет его на мне завязать. Потому что одеть-то я, может, одену. Точнее, развязать-то развяжу. А как обратно засунуть, не знаю. Ну, или, в общем, посмотрю, как это одеть получится. Так, еще у нас тут в этой косметичке были тени. Max Factor. Самый прикол, что месяца два уже, благодаря, наверное, вашим отзывам, ну, некоторым комментам, что типа краситься или еще что-то, в основном даже благодаря, наверное, негативным комментам, я периодически стала задумываться, что надо бы мне какие-нибудь тени. Ну, что-то у меня так все руки не доходят. Мне обычно так долго, так же, как по поводу рисунка или еще что-то творческого. Когда долго-долго думаешь, потом раз, и случилось. Тут она же прислала мне вот такие клевые тени. Я даже сейчас попробую делать сводч на руке. Думаю, пальцем ничего не случится. О! Я первый раз в жизни делаю сводч теней. Довольно такие прикольные. У нас сегодня не очень жарко. Я даже, может быть, на выход на улицу попробую их на себя нанести. Сейчас бы, конечно, это чем-то стелить, но у меня тут все так заложено, как обычно. В общем, вот такая золотенькая косметичка забавная. Очень миленькая. Так, и что у нас тут? О! Так, я думаю, что это закладка с волчиком. Самое прикольное, у меня вот такой волк был на аватарке на углическом форуме, когда у меня был ник «Виртуальный киллер». На этом вела тему такую слегка литературно-стихотворную, немножко стебную. В общем, вот с такой веревочкой закладочка. Очень удобная вещь, на самом деле. Потому что я в последнее время, если читаю книжки, то я делаю уголок такой, а потом ищу где этот уголок. Так, и еще у меня... А, вот тут даже как. Я только сейчас заметила, люди. Тут у меня вот такой каталожик. Так, я надеюсь, вроде ничего больше не упустила. Про конфеты я уже говорила. И внутри тут такой пробничек. Черная орхидея. Ночная маска для лица против морщин питания и восстановления. Тайский секрет. Вот. Я только сейчас буквально заметила. Думаю, что там такое толстенькое. В общем, я полистаю этот каталожик. Вообще первый раз такое вижу. Акулий жир. Акулий жир был в составе... Или акулий что-то... Ну, в общем, что-то такое акулия было в составе гринмамовского крема очень хорошего от суставов. И точнее для суставов. Я его пользовала. У меня родня очень его пользовала. Но его, к сожалению, сняли. И вообще в гринмаме что-то посмотрела. Там какая-то распродажа идет. Где-то написано, что товар в последний раз предоставленный. Ну, в общем, очень много товаров. Почему-то у них исчезает. Я не знаю, с чем это связано. Хотя они вроде как уже в России позиционируются. Они как раньше наполовину во Франции. Ну, да. Вот тут просто вспомнила. В общем, там очень вещи хорошие, как обычно, пропадают. В общем, у меня вот такая вот классная поменяшка с Настей была. Надеюсь, ей моя тоже очень понравится. Ну, не очень. Очень понравится. Вроде как это совсем самомнение такое. В общем, я надеюсь, что моя поменяшка ей тоже понравится. Мне так Настя очень понравилась. Я очень довольна, что мы с ней познакомились. Ну, стали вот так вот спонтанно обменялись уже второй раз посылками. Я думаю...